Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Территория права» в студии Елена Чернявская. Многим парам, особенно в период пылкой влюбленности, кажется, что заключение брачного договора – это нечто прозаическое, принижающее их чувство и, следовательно, приближающее развод. Однако на самом деле брачный договор даже укрепляет чувства, ведь не ректо. Именно имущественные споры становятся камнем преткновения для супругов, и если все определено заранее и ссориться незачем. Собственно, боязнь термина «брачный договор» – это один из его немногочисленных минусов. Но второй минус – документ, конечно, не сможет удержать супругов от неверности. Все остальное скорее плюсы. Вот давайте попробуем разобраться, что и как можно урегулировать с помощью брачного договора. Гость студии нотариуса Красноярского района Ольга Александровна Портнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы работаем, уважаемые телезрители, в прямом эфире 202-11-22. Ждем ваших вопросов касаемо наследства, брачного договора, доверенности. Все вопросы, которые волнуют вас в рамках материального действия, звоните, задавайте, пожалуйста, к нам в прямой эфир. 30 минут вашего, ну и, конечно же, нашего времени. Звоните. Мы начинаем наш разговор. Ольга Александровна, вот хотелось бы обсудить такую тему, как брачный договор в программе «Да». Мы заявили ее сегодня. Раздел имущества, на что вы в браке. Вот как с точки зрения закона возможно изменить как раз вот режим имущества супругов? Ну, начну с того, что все имущество, которое приобретается в браке, является собственностью совместных супругов. Это совместная собственность распространяется и на доходы от трудовой деятельности, от предпринимательской деятельности, и на получаемые пособия одним или другим супругами, обоими супругами. Также это имущество, приобретенное по возмездным сделкам, как движимое, так и недвижимое, в период брака. Это все совместная собственность супругов. И по желанию супруги могут изменить режим совместной собственности и решить, как же у них будет определяться в дальнейшем судьба их имущества и их доходов. Они могут изменить это договоры между собой. Это заключается брачный договор, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению в соответствии с законодательством. И таким договором регулируется как раз имущественное отношение сторон. Они могут отойти от режима совместной собственности, установить режим раздельной собственности, определив каждому, какое имущество будет принадлежать из того, что уже есть, например, нажито в браке, или из того имущества, которое планируется приобретаться, если мы говорим о недвижимости или о движимом имуществе. Либо о том доходе, который получает в настоящее время тот и другой супруг. Будет ли это совместным доходом, либо каждый доход будет признаваться раздельным. То есть то, что получает супруга, это только его доход. То, что получает супруга, это только ее доход. И приобретаемое имущество возможно установить, что приобретаемое на имя супруг будет только имуществом супруга, и наоборот. То есть это все можно сделать в рамках брачного договора. Если супруги уже имеют определенные объекты, нажитые в браке, кроме брачного договора они могут и совершить раздел, заключить соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Это немного другой документ. Это не брачный договор. Это уже другой документ. Это именно раздел совместно нажитого того, что уже имеется. То есть его нельзя разделить еще то, чего нет. Поэтому мы говорим только о том, что есть. И соглашение о разделе имущества можно заключить как в период брака, так и после его расторжения. Расторжение. Брачный договор можно заключить только в период брака, либо до брака, если лица намереваются вступить в брак. Уже после расторжения брака такой брачный договор уже невозможно заключить, потому что уже нет брачных отношений. Вот именно что брачный договор, если люди состоят в официальном браке. Однако же бытует мнение, что если люди живут в так называемом гражданском браке, они приходят к нотариусу и говорят, а вот мы хотим заключить брачный договор. Это один из мифов. Это же ведь невозможно. Но вот в рамках такого, скажем, общения, что ли, можно ли заключить какое-то соглашение? Ну, здесь вряд ли можно заключить какое-то соглашение об разделе, потому что по сути, с точки зрения законодательства, это два посторонних человека. Они не связаны между собой, соответственно, их имущество никак не связывается, оно не становится совместным. Независимо от того, что они проживают совместно и ведут, возможно, общее хозяйство, но имущество совместным от этого не становится. Поэтому брачный договор регулирует отношения только между супругами, то есть лицами, которые официально заключили брак в органах ЗАГСа. И после получения свидетельства о браке уже имеют право заключить такой брачный договор. Либо они намерены заключить брак, и перед официальной регистрацией брака они могут прийти, оформить брачный договор. И он будет действительным. Он вступит в силу с момента регистрации брака. То есть если люди все-таки не заключат этот брак, то договор не будет действовать. С момента заключения брака договор вступает в силу, и вот те условия, которые они предусмотрели, они будут действовать. Скажите, пожалуйста, ну вот пришли к премьеру, заключили брачный договор у нотариуса, прошло какое-то время, год-два, и только тогда люди вступили в законные отношения. Каким образом? Они уведомляют нотариуса, да, и договор вступает в силу, либо это происходит автоматически? Нет, они не уведомляют нотариуса, это происходит автоматически, это предусмотрено законом, что брачный договор вступает в силу с момента регистрации брака, в случае, если он был заключен до таковой. Поэтому брак будет заключен, с этого момента договор вступает в силу. Спасибо большое, мы продолжаем наш разговор, мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители, ждем ваших вопросов по телефону в студии 202-11-22, если вдруг линия занята, пытайтесь набирать. И обязательно ваш вопрос к нам пойдет в студию, нотариус Красноярского района Ольга Александровна Портнова, на него непременно ответит. Каким образом должно делиться имущество супругов по брачному договору и по соглашению? Одно ли это тоже? Ну, прежде всего, любое соглашение, которое удостоверяется у нотариуса, предполагает бесспорность. Соответственно, люди должны прийти к какому-то общему решению и достигнуть соглашения по нему. Поэтому, соответственно, когда они приходят к нотариусу и у них возникает какой-то спор, то здесь уже невозможно в нотариальной форме оформить документы. И это только в судебном порядке можно разрешить эту ситуацию. Поэтому, если мы говорим о брачном договоре, то когда супруги решили, они пришли, оговорили то, что они хотят. И из этой ситуации уже нотариус будет консультировать о содержании этого договора. Спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителей. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире программы «Территория права». Говорите, алло. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня сын недавно женился. Буквально вот тут тринадцать назад. За полгода до этого он приобрел квартиру в ипотеку. Половину квартиру он оплатил, и сейчас вот второй половину выплачивает. Конечно, брачный договор они не заключали. Пока у них ни детей, пока ничего. В будущем все-таки будет. Я не знаю, что есть такой закон, что все имущество правильно нажитое в браке супруга имеет на половину имущества. То есть на половину квартиры, на половину половины, она будет иметь право. Правильно? Спасибо. Значит, что здесь можно сказать? Вопрос понятен. Вопрос понятен, да. Если была приобретена квартира до брака, но расчет еще полностью не произведен, то при определении доли супруги, соответственно, если бесспорного порядка не будет, а будет судебный порядок определения... Вы имеете в виду брачного договора, если не будет, да? Ну, если нет, не обязательно брачный договор, ведь могут при, ну, если не дай бог, люди будут расторгать брак, да, разойтись полюбовно, определить кому что сколько, да, и на этом каждого это устроит. Если же какой-то будет спор, да, жена будет претендовать и просить одну долю, вы будете не соглашаться говорить о другой, то это будет только однозначно решаться в суде. Но при этом будет учитываться, что часть стоимости квартиры, которая уже была выплачена до брака вашим сыном, это уже пропорционально доле квартиры будет считаться его собственностью. И только та доля квартиры, которая была не оплачена, и ипотека, вот эти кредитные платежи были, выплачивались уже в браке, в период брака, здесь вот на эту часть квартиры, на эту долю квартиры может быть признана совместная собственность и выделена доля супруги. То есть вот в этой части половинка будет супружеская доля. Спасибо большое. Я думаю, что и ответ понятен. Дозванивайтесь к нам, задавайте подобного рода вопросы по наследству по брачному договору, 202-11-22, телефону прямого эфира. Продолжаем. Ольга Александровна, хотелось бы сейчас от вас услышать точную формулировку, ну по возможности, конечно, да, что же такое брачный договор? Брачный договор это документ, это соглашение лиц, вступающих в брак или уже являющимися супругами на момент заключения брачного договора. Брачным договором указанные лица в праве изменить предусмотренный законом режим совместной собственности и установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на имущество, которое, и на доходы, которые также являются имуществом, которые в период брака приобретаются и получаются супругами. Спасибо. Ну вот как можно разделить имущество брачным договором, и вот что не позволяет сделать соглашение о разделе имущества? Вот здесь разъясните, пожалуйста, тонкости. Значит, опять же возвращаемся к тому, что же является брачным договором и между кем и кем он может быть заключен. То есть мы, я уже подчеркнула, что договор брачный может заключен быть между лицами, вступающими в брак или уже являющимися супругами. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества может быть заключено только между супругами, либо лицами, которые расторгли брак. То есть у нас получается здесь брачный договор до и во время брака, да, а раздел имущества между, вернее, раздел совместно нажитого имущества во время брака и после расторжения брака. То есть это разные вещи все-таки, да? Ну, конечно. Вы до заключения брака не можете заключить соглашение о разделе имущества, потому что его еще нет. То есть это следствие получается, да, брачного договора? И обрачный договор вы не можете заключить после расторжения брака, потому что уже брака нет. Вот, это одно из таких принципиальных отличий. Также отличием является, что соглашение о разделе имущества совместно нажитого предметом такого соглашения может быть именно уже конкретное имущество, имеющееся на момент заключения этого соглашения. То есть ни о каких будущих объектах не может говориться в соглашении, потому что нельзя делить то, чего еще нет. Брачный договор у нас устанавливает режим собственности на имущество, поэтому здесь речь может идти как об имеющихся объектах на сегодняшний момент, так и о тех объектах, которые будут приобретены в будущем. То есть определить режим имущества на будущие приобретаемые вещи. Ольга Александровна, а вот можно ли изменить условия брачного договора? Ведь мы же не можем предвидеть, да, что мы купим через год, через два и там тем более на последующие годы. То есть это как-то прописывается в брачном договоре, либо он приходится и дополняется, дополняется, дополняется? В любом случае договор вы всегда можете изменить. Если достигнуто согласие между сторонами, то вы можете прийти и в нотариальной также форме, поскольку основной договор заключается в нотариальной форме, то и все дополнения и изменения к нему также в нотариальной форме, вы можете заключить соглашение об изменении брачного договора или дополнительное соглашение к брачному договору, в котором вы либо измените какие-то уже оговоренные ранее пункты, то есть можно изменить, да, либо наоборот его дополните какими-то пунктами, которые ранее не предусмотрели, то есть это тоже возможно. Новыми объектами, к примеру. А вот скажите, пожалуйста, если, допустим, супруги живут, все замечательно, здорово, и кому-то из супругов наследство или что-то подарили, вот эти объекты, они включаются в брачный договор, либо только совместно приобретенные? Нет, эти объекты не являются совместным имуществом, поскольку к совместному имуществу относятся только имущества, приобретенные по возмездным сделкам, то есть у нас ни дарения, ни наследства не является возмездной сделкой, то есть дарение это безвозмездно подарили, а наследство это правоприемство, имущество переходит от умерших родителей или иных родственников, поэтому это не является совместной собственностью, это является собственностью каждого из супруга, поэтому после расторжения брака или при разделе совместно нажатого имущества, это имущество не делится, и в отношении него нет вопросов, к чьему оно, оно того, кто его получил. Но, тем не менее, у нас есть в гражданском кодексе норма такая, которая позволяет имущество, являющее собственностью раздельной кого-то из супругов, признать совместной собственностью, но это возможно только в судебном порядке, если супруг докажет, что он вкладывал какие-то значительные средства в улучшении данного имущества, которые значительно увеличили стоимость этого имущества. Вот если супруг сможет это доказать, что он своими силами, своими средствами... Но в суде уже соответственно, да? Да, то тогда по решению суда может быть признано имущество, являющееся раздельной собственностью одного из супругов, совместной собственностью. То есть если будет такой вот спор, да, иногда бывает, что квартира досталась в таком удручающем состоянии, совершенно непригодной для проживания, и вот в совместном уже браке были затрачены средства значительные, которые увеличили стоимость этого объекта, но тем не менее нет желания со стороны другого супруга поделиться этим объектом, то второй супруг может пойти заявить свои права и... И решить уже в судебном порядке. У нас есть звонок от телезрителей, мы приветствуем вас. Здравствуйте, ваш вопрос. Здравствуйте, я прошу прощения, добрый вечер. Я прошу прощения, я только включила телевизор, к сожалению, возможно, этот вопрос уже звучал, если можно еще раз. Если супруги находятся в официально зарегистрированном браке, и один из супругов получает, скажем, квартиру дарственную, вот при вторжении брака каким образом она будет делиться? Спасибо большое. Спасибо. Ну, только что, да, мы об этом говорили, как уже телезритель сказал, только включил телевизор. Значит, имущество, которое получено в дар или по наследству, является собственностью только того супруга, который его получил. Это не является совместной собственностью, соответственно, при расторжении брака разделу это имущество не подлежит. Если второй супруг не будет доказывать, что он внес значительные средства для улучшения объекта, что повлекло увеличение его стоимости, и на этом основании просить суд признать это имущество совместно. То есть по общему правилу это имущество не подлежит разделу при расторжении брака. Не разделимо, можно сказать так. Спасибо большое. Продолжаем принимать ваши звонки. 202-11-22, телефона прямого эфира программы «Территория права». Также на ваших экранах периодически появляются телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты всегда придут вам на помощь. Уважаемые телезрители, разумеется, в рабочее время могут вас проконсультировать. У нас есть еще один звонок, я предлагаю его принять. Говорите здравствуйте. Слушаю вас. Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, я могу подарить квартиру в форме дарственной, но чтобы она дарственной после смерти? Спасибо за вопрос. Спасибо. Подарить после смерти вы не можете. Дарение – это договор, который совершается в настоящее время. Вы оформляете, дарите, и это имущество становится собственностью того, кому вы подарили, после регистрации, если это недвижимое имущество, после регистрации перехода права в Едином государственном реестре недвижимости. Это последовательные действия – подарили, зарегистрировали, все. Возникло право. Право, не мое. После регистрации, да, возникло право, это уже не ваше. После смерти это подарить не у нас. Можно аналогию провести с автомобилем, да, ведь когда мы приходим, продаем совершенно постороннему человеку, или там дарим, да, машину, оформляется автомобиль, все, он уже как бы не твой. Поэтому здесь также можно… Ну, это можно говорить просто о любом подарке, да. Мы пришли на день рождения, подарили подарок, это уже не мое, да. Просто здесь объект, если это недвижимость, то право подлежит обязательно государственной регистрации. И право собственности возникает как раз с момента государственной регистрации, с момента внесения записи в единый государственный реестр недвижимости. Как только эта запись внесена, собственник поменялся. Ну, здесь тогда можно говорить скорее о завещании, которое вступит в силу, да? Да. Вот, уважаемые телезрители, объясните, что вы хотите сделать? Действуется как раз в том, что завещание делается, это распоряжение на случай смерти. Пока вы живы, пока это имущество находится в вашей собственности, вы вправе распоряжаться этим имуществом, как хотите. Соответственно, вы пользуетесь, проживаете в этой квартире, можете распорядиться иначе, чем вы задумали в завещании. Но если вы не распорядились этим имуществом и до конца вашей жизни имущество осталось в вашей собственности, после смерти вступает в силу завещание. И уже по условиям завещания определяется наследник, кому достанется это имущество. Ну, а если в завещании написан один наследник, просто, может быть, телезрительница переживает, что еще кто-то может претендовать на это имущество. То есть воля завещателя, она едина. То есть кому завещал, тому и достанется. Да, правильно, при одном исключении. Если есть обязательные наследники, то здесь у нас может обратиться такой наследник и заявить свое право и желание получить обязательную долю. В этом случае ему обязательно будет выделена доля в бесспорном порядке при предъявлении соответствующих доказательств, что он является обязательным наследником. Спасибо большое. Натериальная палата Самарской области. Ольга Александровна, продолжая тему, мы сегодня говорим о брачном договоре, уважаемые телезрители. Продолжая нашу тему, вот я сегодня, когда готовилась к программе, да, интересовалась этой темой. И так вот, интернет пестрит объявлениями, составим брачный договор, контракт под вас. У нас индивидуальный брачный договор с вашими условиями, у любого юриста и так далее. Так вот, я хочу спросить, обязательно ли удостоверять этот договор и составлять у нотариуса? Нужно ли предварительно прийти и проконсультироваться, и нотариус объясняет ли цели и задачи брачного договора? Ну, во-первых, брачный договор удостоверяется только в обязательной нотариальной форме. Соответственно, если вы составите просто у юриста этот договор и положите у себя дома, то он действия не будет иметь никакого, поскольку форма будет не соблюдена. Для брачного договора, как уже я сказала, предусмотрена обязательная нотариальная форма. Поэтому, в любом случае, если у нас кто-то из граждан пожелал такой договор заключить, прежде всего необходимо обратиться к нотариусу за консультацией, для того, чтобы провести беседу, возможно, получить какую-то информацию. И для того, чтобы это помогло вам решить, как же вы хотите все-таки определить свое имущество, режим определить своего имущества. И в дальнейшем, какие-то приняв решения, уже обратиться для составления договора к нотариусу. Нотариус составляет со слов и, учитывая пожелания сторон, текст договора, проект договора, естественно, для ознакомления предоставляется. И если что-то не устраивает или что-то хотят поправить, все это делается в разумном виде. Если это возможно, то это возможно. Если это невозможно, нотариус объяснит, почему так невозможно или какой-то предложит иной вариант. Поэтому, естественно, при составлении такого договора, я полагаю, разумно обратиться к тому, кто будет уже в дальнейшем удостоверять. Если приходят со своими какими-то проектами, тоже, в общем-то, беда. Конечно, но в любом случае нотариус его изучает, этот проект, вносит какие-то корректировки, возможно, что-то обсуждается непосредственно с гражданами, обратившимися. И в результате беседы изменяются какие-то положения и пункты этого договора. В любом случае нотариус не будет удостоверять принесенный проект договора, не вникнув в него и не пообщавшись с гражданами. Нотариус это делает лично? Конечно, лично, да. То есть заподписывается именно нотариуса? Удостоверяет договор либо нотариус лично, либо исполняющий обязанности нотариуса. Если нотариус отсутствует по уважительным причинам, то и у него имеется исполняющая обязанность, он имеет такое же право, как нотариус, совершать все нотариальные действия, в том числе и брачный договор удостоверить. Спасибо большое. Давайте поговорим о том, как расторгнуть брачный договор. В каких случаях супруги обращаются именно за этим действием к нотариусу? И часто ли это происходит? Ну, к счастью, не так часто, но расторгнуть договор действительно они могут, если они к этому придут обоюдно, к этому решению обоюдно придут, примут его и обратятся к нотариусу, предъявив тот договор, который у них был заключен, с пожеланием его расторгнуть. Это, возможно, также расторгается в нотариальном порядке, нотариально удостоверяется соглашение о расторжении брачного договора. Договор, я проведу аналогию с завещанием, можно делать бесконечно раз? Ну, скажем так, ограничений никаких нету. Законодатель не предусмотрел. Просто предполагается, что все-таки договор это такой емкий документ, который действует длительно во времени, но внести в него какие-то корректировки вы можете, да, изменить его вы можете, при желании расторгнуть вы можете. Если после этого у вас возникло желание вновь заключить брачный договор, никаких препятствий к этому тоже нет. Тоже нет. Хорошо, но в каких случаях договор и где, кстати, у нотариуса, либо в суде, его признают недействительным? Недействительным договор можно признать в судебном порядке. Опять же, здесь несколько, может быть, оснований. Как любую недействительную сделку можно обратиться признавать по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом. Также есть одно из специальных пунктов и специальных оснований, которые зафиксированы в Семейном кодексе, что по заявлению одной стороны договор может быть признан недействителен при условии, что он ставит супруга в невыгодное положение. То есть, ну, скажем так, совсем ему ничего не досталось по такому договору, да. Совсем ему ничего, да. Вот такой договор получился. Так он изначально, наверняка, и не составится. На самом деле, да. В таком виде нотариус и не будет составлять все одному, другому ничего. Но могут составить договор, мы же говорим, и на будущее, да, когда определяют режим, допустим, раздельной собственности на все приобретаемое имущество, которое в будущем будет приобретаться на имя супруга только его, на имя супруги только ее. Да, да. А как в дальнейшем будет происходить приобретение и как будет ли оно, да. То есть вот это уже никто не знает. Поэтому в данном ситуации также вот получается возможно, если все-все-все покупается только на одного супруга, а на второго ничего нету, то, наверное, тоже можно в судебном порядке вот такой договор оспорить и признать недействительным. Но это уже, как говорится, суд будет рассматривать и решать. Такой вопрос. У нас осталась одна минута до конца эфира. Я хочу задать вопрос от телезрителей, который пришел к нам на той неделе. Вот после смерти гражданского мужа я вступила в наследство на трехкомнатную квартиру. Но так как у него есть внук, он тоже стал наследником, и квартиру разделили между нами поровну. Сейчас мы решили ее продать совместно. Я обратилась в агентство недвижимости для поиски покупателя, риэлтор нашла его. Так как у нас долевая собственность, все документы оформляются через нотариуса. Мне позвонила риэлтор и сказала, что именно мы, продавцы, должны оплатить тариф у нотариуса. Подскажите, пожалуйста, так ли это, может ли продавец и покупатель пополам должен оплатить. У нас прямо буквально заканчивается время. По общему правилу, которое у нас есть в налоговом кодексе относительно государственной пошлины, что если у нас несколько заявителей совершить юридически значимое действие, то плательщиками являются обратившиеся заявители. Соответственно, если у нас продавец-покупатель, то по общему правилу они поровну делят расходы. Но по договоренности они могут изменить. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Спасибо вам за эфир. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите за носами. И встретимся в программе «Территория права». Всего хорошего. До свидания.